RimWorld. Прекрасная игра, которая подарила лично мне очень много положительных эмоций и стала фундаментом моего канала, кстати. И спустя тяжелых два года нас уже почти 3000 серьезных человеков, друзья. На данный момент, конечно же. Подпишись на канал и на 10000 покажу лицо. Да, все, давай продолжаем. Но поиграв в ванильную версию, которая без мод, я подумал, а что если зайти в этот прекрасный мир воркшопа, посвященный RimWorld. Больше фракций, врагов, животных, функций. Список можно продолжать бесконечно. Сегодня я решил помочь всем тем, кто еще только знакомится с модами в RimWorld. И поэтому, вот он мой первый топ 10 модов для улучшения геймплея в RimWorld. Какой баллдиот! Итак, приступим. Первый мод на сегодня и, пожалуй, один из лучших модов это Allow Tool. Переноси все, руби все, выкапывай всю скважину, а не по одному, знаешь, вот это вот как ты любишь, да, делай, ты помнишь, вот это вот с ванильного RimWorld. Собирай все растения по всей карте. Шо? Не хватает? Давайте объясню. В меню приказы, на каждом приказе, который вы можете отдать колонистам, появится значок правой кнопкой мыши. И тут, ребята, начинается веселуха. Больше не надо копать по одному блоку. Выкапывайте всю скважину. Переносите все, что можно перенести. Собирайте урожай со всех растений, либо же в видимой области вашего экрана. И многое-многое другое. Важно сказать об очень важных двух кнопках, которые появятся у вас. А именно, срочный перенос и выбрать похожую. Срочный перенос добавляет новую ветку во вкладке работа. И стоит она в самом начале неспроста. Все вещи, выделенные этой кнопкой, будут перенесены в первую очередь перед другими работами. То есть вы поняли, да, берете, короче, делаете, срочно перенести, и всякие там строители, фермеры, короче, перенесутся, и вы поняли, да. Выбрать похожее — чудо современности. Отныне все, что есть на карте, друзья, может быть с легкостью выделено с помощью этой кнопки. Разве не прекрасно? Второй мод довольно-таки простой. Я думаю, многие с ним знакомы. Filth Vanishes with Rain. Позволяет вам быстро разобраться с надоедливой грязью, кровью, вообще любым, ребятки, что только вам мешает. Которая мало того, что портит впечатление колонистов от места, где она находится, но и перегружает ваш компудрихтер. Это, пожалуй, самое важное в этом моде. Словом, ждете дождя, и вся кровь, пыль, грязь будут быстренько удалены с карты. Вот будто вам мешала лава, да? А вы такие оп, и вылили на нее водичку. Напиши в каме... Ой, ой, так, стоп, это не тот выпуск, да. Да, 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 вот. Extended Storage. К сожалению, мы можем только посмотреть на его картинку и поплакать. Ведь мод до сих пор не обновился до 1.2 версии, самой новой, и мы не можем его установить. Но, объясняю, что же это за мод. Складирование в RimWorld это ужас и вырви глаз. Плюс, оно также перегружает ваш процессор. А Extended Storage как раз таки помогает вам избавиться от этого. Давая возможность создать ящики, корзины и стеллажи для всех предметов, которые присутствуют в игре. Rim Fridge. Что вам сказать? В переводе обычно Rim Холодильник. Устали от сгнивших продуктов на начальных этапах игры? Тогда это то, что вам нужно. Отныне не нужно строить комнаты и пытаться их хоть как-то охладить. А можно сделать, взять, сделать, плюс, взять, плюс, сделать холодильник. Который, кстати, отлично подойдет для столовой. А если он вам мешает, вообще не проблема, ребятки. Засуньте его в стену, и он будет считаться как полноценная стена. Но это холодильник. Запомните. Вообще можно к нему теперь с двух сторон подходить, так что вообще классно. Следующий мод Pick Up and Howl. Все просто. Нас, Rim World... Дэ... Строф... Короче, нас бесит ужасно, когда пешка переносит одну маленькую вещицу через всю карту. И этот мод заставляет ленивых поработать. Отныне каждый колонист при переноске будет загружать себя по максимуму и брать не один предмет, а все разные, которые только будут в зоне досягаемости. Это первый предмет. Wild Animal Sex. Из названия все понятно, ребятки. Теперь животные будут любиться почаще. Животные будут плодиться быстрее и в больших размерах. А если вам этого мало, то заходите в настройки, в настройки мода имею ввиду, и там выставляете себе девятку, либо десятку в этом вот поле. Поздравляю. Теперь можете забыть о посадках и охотиться круглый год. Share the load. Пушечная пушка для вашей колонии. А именно для всех построек. Теперь один колонист не будет переносить все ресурсы в одиночку. Теперь ему в этом помогут все свободные пешки. И постройка даже такой длинной стены будет зависеть только от навыка строителя. Smart Speed. Для всех, ребятки, известнейший мод. Просто умненькая скорость, которая позволяет ускорить игру еще сильнее, добавляя к ней четвертую скорость. И превращая пешек в сверхзвуковых белок. Вот так. И стоит упомянуть о скрытой фитче этого мода. Ну, как скрытый. Просто они все серьезные человеки, как мы. И не все читают описание и не знают. Вы ведь читаете? Точно. Говорю я, ребят, о том, что можно игнорировать скорость. Во время рейда, во время любой вообще перестрелки с любыми другими фракциями, вас, наверное, ребятки, бесило то, что бац, перекрываются все скорости, и вы должны на первой скорости... Огромное спасибо мотоциклисту, который только что испортил мне запись. Ребятки, наверное, вас это все очень сильно бесило, правильно? Теперь вы нажимаете правой кнопочкой на любую из скоростей, нажимаете игнорировать, и вообще стреляют по вам, бьют по вам, пофиг. Любая скорость становится для вас доступна всегда. Blue Prince. Великолепный мод, который поможет вам делать одинаковые постройки намного быстрее. Очень полезная фича, если вы такая же ленивая жопа какие. Home Mover. Ух. Ой-ой-ой. Ребятки, знаете, честно, мне очень жаль, что я не знал об этом моде раньше. Давайте просто вот сделаю вам пример, и вы все поймете. Давайте представим ситуацию, что вы построили комнату, потом еще одну, и захотели сделать вторую пропорционально первую. Но тут не задача. Вы ошиблись на блок, и не заметили этого сразу. Спустя время, построив уже все необходимое, вы такой... Пченок. Но спокойно. Мистер Барабос здесь. Вот тебе мод, который во всем разберется. Выделяете нужную вам постройку со всем, что там есть внутри, ребят. И теперь вы можете переставить весь дом в другое место. Кстати, ребятки, по скрипту. Для того, чтобы передвинуть дом в сторону на один блок, вы сначала построите его подальше, и только потом надо, как надо было. Да, потому что, как видите, что-то не получалось у меня это сделать. Надо сначала вбок, и потом обратно. Да, нормально. Видимо, разработчики мода не додумали этого до конца. Так, все. Пока. Ну все. Пока. Ну все, ребят. Все, все, уходите. Уходите, пока. Все. Ребят, это все. Это конец ролика. Уже все. Уже тут ничего больше не будет. Все. Ты еще здесь? Красавчик. А теперь тихо. Тихо. Я даже буду тише говорить. Ведь для тебя у меня есть еще два мода. Раз уж ты остался. Только тихо, тихо, тихо. Не разбуди. Не созови их всех. Только что быстренько, быстренько. Лови последние два мода. На сегодня, ребят. На сегодня. Одиннадцатый. Это replacing stuff. И двенадцатый. Hardworking animals. С первым ты можешь переставлять любые постройки, вне зависимости от их величины. А со вторым, твои животные перестанут лениться, перейдут на сторону серьезных человеков и будут работать больше. Я имею ввиду, переноски и все такое. Ты понял, понял. Все, все. Тихо, 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 тихо. Все. Просто берешь, никому не говоришь и тихонько уходишь. Ах да, раз уж ты остался, подожди, да, я еще скажу, раз уж ты остался, то я по секрету скажу тебе, что у меня еще много модов. И если захочешь, я сделаю еще такой видос. Все, тихо, тихо, тихо. Все, пока, пока. До встречи, друг. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok